Насколько выросли цены на автомобили в новом году? Почему может подорожать бензин в ближайшее время? И каковы потери Татарстана от налога на дополнительный доход в нефтяной сфере? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики. В студии Нина Горюнова. Здравствуйте. Новые автомобили с начала года уже подорожали на 2-5%. И их стоимость может еще увеличиваться в течение ближайших месяцев. По данным экспертов, многие автоконцерны продолжают продавать машины в убыток, так как еще не полностью отразили в ценах девальвацию рубля. Запас автомобилей по прошлогодним ценам у некоторых дилеров еще есть. Но остатков хватит ненадолго. Впрочем, как ни странно, позитивные новости тоже есть. Если производство машин быстро восстановится, коронавирус отступит, а доллар вследствие договоренности ОПЕК по сокращению мировой добычи нефти хотя бы на пару месяцев закрепится на уровне 72-73 рубля, автомобильные дилеры будут вынуждены пойти по пути предоставления скидок на новые автомобили, так как это лучше, чем затоваривание складов неликвидом. Каталожная стоимость машин при этом не поменяется и будет, вероятно, только расти. Но за счет скидок, акций, автолюбители смогут рассчитывать на сброс цен в несколько десятков тысяч рублей в среднем сегменте и несколько сотен тысяч рублей в премиум классе. Нужно понимать, что к этому времени эффект отложенного спроса, накопившийся к осени 2020 года, по всей видимости, уже сойдет на нет. Наряду с автомобилями может подорожать и бензин на автозаправках. Об этом сообщают эксперты-коммерсанты. В конце прошлого года уже начали повышаться оптовые цены на топливо на бирже. Аналитики объясняют это снижением предложения на внутреннем рынке. По словам экспертов, тренд на увеличение цен на топливо может наблюдаться за счет повышения цен на нефть, которые в начале этого года уже взлетели почти на 10%. При этом рубль почти не укрепился к доллару. В результате экспорт бензина становится еще более выгодным для нефтяников. Кроме того, к росту цен на топливо может привести повышение акцизов с 1 января на 4%. Татарстан продолжает терять инвестиционные возможности из-за налога на дополнительный доход в нефтяной сфере. По мнению президента республики, единой системы налогообложения для всех месторождений быть не может, так как нефтяная отрасль очень разная. Есть месторождения новые, свежие и с большими запасами. Есть те, которые эксплуатируются по 50 лет. Если взять НДД, он адаптирован больше всего к тем месторождениям, которые новые для разработок. А у нас они старые за счет технологий, за счет каких-то новых вещей. Поэтому мы в диалоге с нашими коллегами федералами, конечно, те решения, которые приняты, мы их не одобряем. И истории покажут, что это ошибочное решение было. Мы донесем до наших специалистов, федеральных коллег, что вот эта система, она требует более такой аккуратной, выверенной. Один шаплон на все месторождения не подходит. Работа идет. В этом году расплатиться банковской картой можно будет даже в небольших магазинах. Они станут обязаны принимать карты национальной платежной системы МИР. Сейчас платежи по карте должны принимать торговые точки и интернет-магазины с годовым оборотом от 40 миллионов рублей. С 1 марта этого года порог понизит до 30 миллионов, а с 1 июля до 20. Помимо этого, с 1 ноября этого года оплату карты МИР должны будут ввести все онлайн-агрегаторы, которые объединяют на своем сайте предложения разных продавцов. Мой совет использовать для покупок отдельную карту. У большинства банков сегодня есть так называемый сберегательный либо накопительный счет. То есть это тот счет, который не привязан к карте, но тот счет, который позволяет копить. Сценарий какой? Мы получили заработную плату, перевели всю сумму на сберегательный счет. Деньги наши начинают работать. Сумму, которая нам необходима для ближайших покупок, мы перевели на отдельную карту. Мой совет – держать на карте сумму в пределах 5-10 тысяч. Это были новости экономики. До встречи. Продолжение следует...